Она остается женщиной, вы знаете, об этом свидетельствует наличие каких-то душевных интонаций. Знаете, когда в человеке они пропадают, значит что-то тут не то. Ну, ребят, стоите вот здесь, старайтесь вот так друг друга не перекрывать, вот так. А все-таки точка тут и тут, более такая вот фронтальная, да? И когда, Саша, когда подходишь, по условиям договора имею право, и у тебя драки, погони, вот это, немножко дай пантомины. Вот, ну, чуть-чуть руками, потому что немножко зажато. Ну, чуть-чуть. Хорошо? А это уже восьмой павильон Масфильма. Здесь снимается игровой фрагмент нового полнометражного мультфильма. Да-да, именно мультфильма. Чуки-куки. Эти живые персонажи скоро попадут в рисованный мир. Мне, кстати, как-то спрашивали, а чем отличается режиссер анимационного кино от режиссера игрового кино? Я сказал, значит, ну, чтобы отделались, значит, я сказал, ну как чем, зарплаты там, в игровом кино зарплата раз в пять больше. А так вот, нет, ну, серьезно, ответьте, пожалуйста. Я говорю, ну, знаете, а если серьезно, то вот у меня ощущение, что режиссер анимационного кино, если вот жизнь заставит, снимет игровой фильм, а наоборот, вряд ли. Вот это, говорю, самое главное отличие. Ну, вот это, в общем, Чернова с блеском доказал. Я бы не стала участвовать в том, в чем считаю, что вот если это вот так не получится. Что это значит за позиция такая? Я беру деньги, а сама внутри себя знаю, ой, ничего не получится, сейчас я вот возьму, там поработаю, денежек получу, но ничего не получится. Я искренне уверена, что может что-то получиться. Работа с живыми актерами, вот с такими реальными, непридуманными, вызывала у меня немножко панику, потому что мы-то анимационный свой персонаж. Заставляем делать все, что захотим, причем можно еще поправить. А ну-ка так, а вот тут давай добавим эмоцию, а вот тут статичку надо побольше. С живым актером тут есть, конечно, момент доверия. То есть вот он начинает играть, и уже иначе не получится. Я, конечно, даю рекомендации. Но столкнулась с тем, что, конечно, человеческий фактор, вот, например, Александр Олешко, он очень анимационно по таймингу истраивает игру. А вы знаете, что есть такой анекдот, кстати, когда говорят, ой, это не вы снимались в мультфильме? Я подумал, что думаю, вот тот прекрасный момент, когда в моей биографии должен быть мультфильм. Я буду говорить, да, я снимался в мультфильме. Мультики – это самая здоровая, можно сказать, часть синематографа, который, в общем, дает возможности поимпровизировать в плане того, что можно придумать что угодно и ни в чем себя не ограничивать. Это, конечно, большой плюс. В наших мультфильмах огромное количество есть, знаете, такой код нарастности, чистоты, воспитания. Оставь ребенка с мультфильмом, делай свои дела, он не прекращает развиваться. Ну что вы, я очень люблю мультфильмы, а мне кажется, что я вообще сам человек из мультфильмов. Теперь уже. О, Господи, знаете, что за чудовище? Это собака Шара. Ну вот, мне уже нравится. Больная, рахитом, собака. Где у нее шерсть? Где у нее шерсть? У нее что, ко всему еще, стрягучий лишай, что ли? Она абсолютно здорова, просто она не родилась на экваторе. Северная ее часть, она шерстяная вся, а южная, но голая, абсолютно голая. А, ну да, понимаю. Здесь ей холодно, а здесь ей жарко, да? С Леной абсолютно комфортно работать. Это не какие-то такие, знаете, красивые слова для интервью и там из головы. Они из души, потому что хотя бы тот факт, что мы с ней оговариваем каждую сцену и оговариваем биографию человека, которого, например, я играю, не только в тот момент, когда он находится в кадре или в мультфильме, а задолго до и задолго после. То есть она чувствует объем, ей необходимо все это, знаете, так размять, разрыхлить для того, чтобы прыгнуть высоко и нырнуть глубоко. И самое главное, что она не делает вид, что где-то она в чем-то, значит, ну, например, не разбирается, да, в технологии кино. Абсолютно она остается женщиной, причем она та самая женщина без комплексов. Я, например, знаю сегодня совершенно случайно от нее год ее рождения. Я говорю, зачем ты говоришь об этом? Она говорит, а что такого? Я говорю, ну, женщина не принята. Она говорит, ну, во-первых, я же не выгляжу так. Она действительно совершенно не выглядит за какие-то свои паспортные данные. И идет порознь с ними. Паспортные данные на этой стороне улицы, а она на этой. И не надо, Лена, говорить никому об этом, кроме меня. И те не выгодны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова